Участники туристического слёта Российского союза молодёжи разбили свой палаточный лагерь на территории Казачьего Стана-Сосновая. Здесь им предстояло прожить два дня. В программе спортивные соревнования, тренинги по командообразованию и, конечно, мозговой штурм. Вместе решали, как сделать жизнь в своих районах интереснее и насыщеннее. Я думаю, что эти тренинги помогают нам сближаться, сплочаться. Это очень важное качество, потому что вместе мы сможем всё, мы сможем сделать какие-то новые мероприятия в Новом Москве. Потому что сейчас я являюсь также членом молодёжного правительства. И есть конкретная задача придумать что-то вместе, какое-то мероприятие, чтобы сплотить молодёжь всего района. А как реализовать, даже, казалось бы, самые безумные идеи, ребятам рассказал председатель региональной общественной организации Российского Союза Молодёжи Константин Курганский. Туристические слёты не просто интересный отдых для ребят, а плацдарм для новых реальных дел, считает он. Ну, хочется сказать, что подобного рода слёты мы проводим регулярно и проводим в течение всего года. Совсем недавно в Равеньках мы провели школу для Российского Союза Молодёжи, где 70 молодых людей со всех районов Белгородской области в течение 21 дня учились. Сейчас мы проводим здесь, в Новоскольском районе, впереди у нас ещё в августе месяца Борисовка, Красная. И мы видим, что есть реальный результат. Мы очень хотим, чтобы ребята, обучившие здесь, получив новые компетенции, они приходили и становились особыми помощниками нам в реализации молодёжной политики в Белгородской области. В завершении слёта членские значки и удостоверения вручили тем, кто только вступил в ряды Российского Союза Молодёжи. А всем участникам памятные сертификаты. Елена Голотовская, Игорь Доценко, Новости Мира Белогорья. Участники туристического слёта Российского Союза Молодёжи разбили свой палаточный лагерь на территории казачьего Стана-Сосновая. Здесь им предстояло прожить два дня. В программе спортивные соревнования, тренинги по командообразованию и, конечно, мозговой штурм. Вместе решали, как сделать жизнь в своих районах интереснее и насыщеннее. Я думаю, что эти тренинги помогают нам сближаться, сплочаться. Это очень важное качество, потому что вместе мы сможем всё. Мы сможем сделать какие-то новые мероприятия в Новом Москве. Потому что сейчас я являюсь также членом молодёжного правительства. И есть конкретная задача придумать что-то вместе, какое-то мероприятие, чтобы сплотить молодёжь всего района. А как реализовать, даже, казалось бы, самые безумные идеи, ребятам рассказал председатель региональной общественной организации Российского союза молодёжи Константин Курганский. Туристические слёты не просто интересный отдых для ребят, а плацдарм для новых реальных дел, считает он. Ну, хочется сказать, что подобного рода слёты мы проводим регулярно и проводим в течение всего года. Совсем недавно в Равеньках мы провели школу для Российского союза молодёжи, где 70 молодых людей со всех районов Белгородской области в течение 21 дня учились. Сейчас мы проводим здесь, в Новоскольском районе. Впереди у нас ещё в августе месяце Борисовка, Красная. И мы видим, что есть реальный результат. Мы очень хотим, чтобы ребята, обучившие здесь, получив новые компетенции, они приходили и становились особыми помощниками нам в реализации молодёжной политики в Белгородской области. В завершении слёта членские значки и удостоверения вручили тем, кто только вступил в ряды Российского союза молодёжи. А всем участникам – памятные сертификаты. Елена Голотовская, Игорь Доценко. Новости мира Белогорья. Новости мира Белгородской области